Всем привет! Я рада, что вы заглянули на это видео. Сегодня я снимала уже видео об уходе за волосами. Получилось очень длинное видео. У меня оказалось столько косметических продуктов именно для волос. Никогда не подумала бы. И хотела я вообще-то сделать одно видео об уходе за волосами и телом, но потом я поняла, что это будет слишком длинное видео. И вот я начала собирать все, что у меня есть, допустим, для ухода за телом. У меня оказалось не так много. И видео получится не такое длинное. Но если вам интересно, то я вам покажу средства для ухода за телом, что-то побаловать себя интересненькое, чем я сейчас, в принципе, пользуюсь. Гель для душа показывать я не буду. У меня сейчас стоит один от бренда Корос. Всегда пользуюсь с удовольствием Невея, Дафф, Палмалиф. Я не против инвестировать чуть больше в уход за телом, гель для душа, что-то такое увлажняющее, что не сушить. Но мне, в принципе, вполне устраивают обычные такие, знаете, масс-маркет средства. Если у вас бюджет позволяет, то всегда стоит купить для себя что-то классненькое, побаловать себя, какой-то люксовый лосьон для тела, гель для душа, масло для душа, что-то побаловать себя, порадовать себя. Но вот сейчас у меня, в принципе, более такое все бюджетное, кроме, возможно, одного средства. Здесь, в принципе, не все, что я обожаю. Допустим, я не стала уже брать сюда мой любимый скраб для тела от Калистар, который каких-то бешеных денег стоит. Да, он у меня есть, но, честно признаться, у меня есть белорусский скраб для тела, который я люблю. И всегда, каждый раз, когда я получаю возможность что-то заказать из Avon, линейка Avon Planet Spa, скрабы для душа, для тела обожаю. Они у меня есть всегда, сейчас заканчивается обычным классическим такой, серая упаковка. Что-то там экстракты Мертвого моря. Это такая новая линейка, такая вся черная, стильная. Мне кажется, это уже вариант для мужчины подарить, если мужчина уделяет внимание себе и уход за собой. Мне кажется, это отличный вариант. Вот эта линейка даже пахнет немножко как-то мужская косметика, глубокое очищение, скорее с ним древесным углем, скраб для тела, большой объем, классное средство, очень хорошо очищает, не высушивает. По-моему, у них там еще есть гелиомывание, какая-то маска, еще что-то. Но я всегда, всегда покупаю скраб для тела, мой любимый с оливкой. Оливкой, вот этот, который с экстрактом Мертвого соли и Мертвого моря, что-то такое. И вот это вот новенький, тоже мне очень нравится. И еще мне подарила подружка кофейный, в общем, скраб для тела, снабжена на длительное время, обожаю. Калистар тоже классный, это прям фаворитище уже, не знаю, долгое время. Если у вас бюджет позволяет, то да. Что я могу вот отдельно прям посоветовать, это вот такой вот гель а-ля масло для душа. Это не типичное масло для душа, которое такое, знаете, более жидкое, такое прям льется масло, которое, знаете, для душа. А это такой густой гель а-ля душа, но тут есть куча масел, действительно увлажняет, не сушит кожу, пахнет очень интенсивно. Если вы знакомы с запахом Even Today, по-моему, или Tomorrow, что-то вот очень мне напоминает. Я когда открыла посылку, когда мне пришел вот этот гель а-ля душа, у меня все пахло, очень интенсивный запах. На теле я его, в принципе, не слышу, возможно, он и остается на коже чуть-чуть. Запах обалденный, очень приятный. Я пишу, что здесь есть шиммер, я не замечала, на коже ничего, в принципе, такого не остается. Чем и поль с душа, это, знаете, элементарные вещи. Какой-то гель для интимной гигиены, я не говорю, что это необходимость. Мне нравится, я обожаю один. Вот Even, я покупаю один и тот же запах, там то ли алоэ, то ли ромашка. Очень классный, я его обожаю. Он просто освежает, хорошо очищает, дает мне все, что нужно. Обожаю его. Так как я могу себе купить вот Balea, я не вижу смысла переплачивать за Невею, вот такие вот бренды. Или там вот Gillette, по-моему. То же самое. Balea гель для бритья. Классная такая текстура, выделяется такой плотный гель, потом он превращается в пенку, все меня устраивает. Супер классная вещь. Именно с алоэ и маслом авокадо, для кожи, бюджетно, если вам доступна эта марка. Начала пользоваться лосьоном для тела, очень приятная, легкая текстура. Лосьон для тела, марки, которые я не могу прочесть. Мне подарила Лиза, она бывала в Бразилии, и там вот доступна эта марка, очень классная. У меня был когда-то гель, а-ля крем такой для душа, замечательный пах. Ой, клубничка такой. Это тоже яблочный вариант, но он похож чем-то, вот какая-то там такая нотка. Напоминает мне вот тот гель для душа, но это с яблочком, как я уже сказала. Легкий, увлажняющий, быстро впитывается. Да, здесь есть минеральное масло, но когда это уходит для тела, то я не против. Вот, не липнет. Есть такой легкий запах на теле, но не слишком, то есть не перебивает, да, не пахнет потом все вокруг вас, как вот добавляшок, у меня есть баттер для тела. Никак не могу его закончить, потому что он прям, ну, очень интенсивно пахнет. Прям тумачий немножко, а вот это мне нравится. Еще что у меня есть для тела, это покупочка в отпуске. Я вообще-то приказала себе не брать большую упаковку в чемодан, когда я еду из Украины, но вот это я взяла с собой, потому что мне очень понравилось вот это средство. Я время от времени покупаю вот какие-то средства от Эверин, у меня были всегда разные, в темно-зеленой упаковке салатовой. Оно, в принципе, ну, похоже все. Я не знаю, зачем, у них 20 разных видов, какие-то там названия, громкие, там, чуть ли инновации, технологии и так далее, все прям в надписях, все похоже, чуть более-менее отличаются, возможно, какие-то текстуры. Продукт, здесь, кстати, состав такой интересный, глицерин, есть, конечно же, минеральное масло, какие-то еще другие масла, центелла азиатская, что меня очень удивило. Запах приятный, впитывается быстро, есть прохладный эффект, то есть это средство не на зиму. Моя кузина попробовала, говорю, ой, я даже не ожидала, что он будет такой мятненький. Приятный эффект, но не когда у вас холодно в комнате или в ванной, я не знаю, имейте в виду. Мне очень понравился именно увлажняющий эффект. Насчет антицеллюлитного эффекта, вот предназначены вот эти все средства, это Марка Эбелин мне сказала, я не знаю, я не ожидаю таких средств, такого эффекта, но вид кожи на бедрах стал лучше. Мне так показалось, возможно, это эффект увлажнения. Вы, если будете хорошо увлажнять кожу, то любая кожа будет выглядеть чуть лучше. Да, целлюлит куда-то не исчез, растяжки, какие-то неровности на коже, но у меня такое ощущение, что кожа стала более гладкой, более такая ровненькая. Возможно, благодаря хорошему увлажнению, которое вот дает этот лосьон, мне он очень понравился. Вот этот желтенький, возьму себе на заметку. Буду пробовать другие, у них там куча разных вариантов есть, но вот этот мне понравился. Еще немножко люкс, но это такой, знаете, не прям тяжелый люкс, как калистар. Я считаю, что это тяжелый люкс в уходе за тело. У меня был наборчик, там, мусс для душа у меня еще есть, скраб для тела у меня был, мне очень понравился. И вот лосьон для тела. Лосьон мне очень понравился. Здесь нету, не очень там прям мега важно, но нету минеральных масел, каких-то парабенов, как и бяки. Очень хороший состав и очень хорошее увлажнение. Это такое увлажнение, знаете, это не просто помылся, намазался, потом опять помылся, и увлажнения нет, нужно снова мазаться. Вот есть такие средства. А вот это у меня такое ощущение, что оно чуть пролонгированное, то есть более продленное действие. То есть, допустим, если я до этого использовала вот это средство, и я вот приняла душ, но у меня нету времени, допустим, быстренько намазать что-то, то у меня будет кожа слишком сухая такая, высушенная, знаете. Зависит, конечно, еще от очищающих средств, но это такое, знаете, более длительное увлажнение, даже питание, я бы сказала. Очень мне понравился вот этот лосьон. У меня был зеленый, запах мне не очень понравился, а вот этот более приятный. У Ричелс запахи интенсивные, но я бы назвала их довольно-таки специфичными. Мне каждому там все понравится. Мне вот белая линейка более-менее, красная слишком интенсивная, вот эта оранжевая ничего, но запахи мне вот не самые мои любимые у них. Стоит ли этот лосьон покупки, не знаю. Если вам хочется себя побаловать, взять хороший, качественный лосьон для тела, без каких-то там плохих составных, да, то могу посоветовать. Но куплю ли я его снова, я не знаю. Что я очень с большим удовольствием использую. Это масло, новинка, кстати, от Балия, масло с авокадо. И пишет, что даже для массажа подходит. Может быть, возможно, вполне. Я массажу ее не очень часто, он упитывается, в принципе, довольно-таки быстро. Вот это масло. Можно помассировать кожу. Пахнет очень вкусно. Понятное дело, есть авокадовое масло здесь в составе. Питает очень хорошо. Опять-таки, та же ситуация. Если вы перед этим нанесли вот это масло, хорошо увлажнительно питали кожу, и вот, допустим, я вчера принимала душ, я спешила, не успела нанести какой-то лосьон для тела, и у меня кожа не сохнет. У меня сейчас нету ничего на коже теле, но кожа такая более мягенькая, еще увлажненная, то есть еще не подсохла. В общем, есть длительный эффект, имейте в виду. Я вот все время собираюсь заказать себе какой-то, знаете, такой люксовый гель для душа, не знаю, там, Армани, еще что-то. Но мне так жалко, сколько они там стоят бешеных денег. Или там какой-то парфюмированный лосьон, именно моего любимого такого парфюма. Надо будет как-то себя побаловать. Скажите мне, как вы любите баловать себя, что вы используете, как вы, не знаю, устраиваете себя, возможно, в спа дни какие-то. Раньше, когда я жила в другой квартире, у меня была ванна, и сейчас у меня, к сожалению, только душ, я устраивала себе прям как минимум раз в неделю такой спа-вечер, ванна, соль, какие-то там пенки. У меня раньше в пустых баночках были всегда какие-то пенки использованные. Расслабление, потом я делаю скраб для тела, потом лосьончик и ложусь в кроватку, и я балдею. Это для меня была такая перезарядка, расслабление. Вот обожаю уход для тела, для меня это прям... Надеюсь, что я вас немного вдохновила этим видео на какую-то минутку для себя, возможно, больше. Конечно же, на теле уход не заканчивается, я продолжаю делать какие-то поэтапные уходы за лицом, пилим, маска, сыворотка и так далее. Обожаю вот эти все штучки. Надеюсь увидеть вас в моем следующем видео. Я вам желаю отличного настроения, хорошего дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok